Специалист по хладоснабжению Айса Ахметов готовит ледовую площадку вот уже 40-й раз. Он здесь работает практически с самого открытия катка. В своё время в поверхность льда были встроены железобетонные пластины. Именно они охлаждали подаваемую воду. Она шла из речки по насосам и проходила специальную очистку. Благодаря особым свойствам горной воды, лёд на Медео всегда считался самым быстрым. Здесь установлено около 200 мировых рекордов. Раньше подавался холод по всему планшету, по всему полю, одна температура. И получалось, что одна часть немножко подтаяла, а другая часть намораживалась. Лишь в 2010 году железные трубы полностью заменили на пластиковые. Поставили более мощную холодильную машину. Каток разделили на 6 зон и установили датчики. С них поступает сигнал в диспетчерскую службу. Теперь подачу холода можно регулировать непосредственно из самого сердца высокогорного сооружения. Вот, все температуры по зонам. Значит, вот середина. Вот, как я вам говорил, где солнечно, где теневая, вот сразу мы видим, где какая температура. И начинаем мы регулировать. Регулировать подачу холода на солнечную сторону больше, а в теневую меньше. Для того, чтобы лед был нужной толщины, его наращивают. Необходимо, чтобы было не менее 4 сантиметров. Наращивание происходит ночью, когда температура воздуха понижается до минусовой отметки. Шлифовку же планируют провести непосредственно перед открытием ледовой площадки. Толщина льда составляет 20 миллиметров. По словам руководства, уже идут активные подготовительные работы к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. Предварительно 21-22 октября состоятся тестовые соревнования. Международный турнир, посвященный 20-летию независимости Казахстана. Подтверждение только что получил от национальной сборной Швеции, которая едет сильнейшим своим составом. Это бронзовые призеры чемпионата мира в турнире. Также будет принимать участие чемпион мира команда России. Они также подтвердили свое участие. Ну а самое главное событие, которое нам предстоит, это 29 января начнется 32-й чемпионат мира. Впервые в азиатском регионе планируется участие на сегодняшний день 18 команд. Еще одним нововведением станет электронная система обелечивания. Обычных кассиров заменят специальные турникеты. Стоимость билета останется прежней. 1600 тенге для взрослых, 500 тенге для детей до 12 лет, 800 для студентов и пенсионеров. А для малышей до 7 лет бесплатно. К тому же в ноябре месяце в продажу поступят клубные карты. Их цена будет варьироваться от 5 до 13 тысяч тенге, в зависимости от выбранной программы. Уже в эту субботу, 1 октября, высокогорный каток Медео приглашает всех на открытие 40-го юбилейного сезона. Массовые катания будут проходить с 10 до 11 часов вечера с двухчасовым перерывом на чистку льда.